Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» журналист Антон Хатиновский. И наш сегодняшний гость в студии прямого эфира программы «Сегодня» Жандос Сагандыкович Жумабаев, первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции Алматинской области или попросту антикоррупционной службы. И, как вы уже поняли, речь у нас будет вестись о коррупционных проявлениях в Алматинской области. Наши телезрители могут принять участие в нашей сегодняшней беседе, позвонить на телефоны прямого эфира и задать свои вопросы. Наш номер такой, значит, код города Талдыкурган 872-82-40-01-09. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Жандос Сагандыкович, скажите, пожалуйста, какова на сегодняшний день коррупционная картина в Алматинской области по итогам 9 месяцев? Ну и как мы выглядим, собственно говоря, на фоне других областей Казахстана, где тоже имеются подобные факты? Да, очень приятно. Добрый вечер, Антон Михайлович. На сегодня за отчетный период, то есть за 9 месяцев текущего года в департаменте антикоррупционной службы в Алматинской области зарегистрировано 191 коррупционных правонарушений, или это 7-6 процентов, или 146 преступлений именно являются коррупционными. По степени тяжести коррупционных преступлений у нас делятся тяжкими, и особо тяжкими, на которые приходится 85 процентов или 124 факта преступлений. В настоящее время чаще всего доля коррупционных преступлений связана с взятельностью, на которые приходится каждое второе преступление. Общая статистика показывает, что это 7-6 процентов или 111 фактов из общего показателя. Более 10 процентов приходится на факты с золотой должностными полномочиями, или это 15 фактов. Более 4 процентов – это присвоение или растрата веренного чужого имущества, превышение власти и мошенничества. На данное направление у нас 5 фактов зарегистрировано. В целом, к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений у нас в Алматинской области за 9 мест приличено 108 лиц, в том числе 31 первых руководителей. Республиканского значения – одно лицо, областного значения – 6 лиц, городского значения – 7, районного – 14, сельского значения – 4 лица. В целом, осуждено 38 лиц, из них к лишению свободы 2 лица, к условному наказанию 3 лица, в связи с примирением сторон – одно лицо, и осуждено к штрафу на сумму более 267 миллионов тенге, 32 лица с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать государственные должности. В целом, к уголовной ответственности из 108 лиц, это 42 процента, являются местные исполнительные органы и государственные органы. 37 процента составляют сотрудников правоохранительных, специальных и вооруженные силы. 4,7 процента – государственные органы. В целом, 16,3 процента показывают. За отчетный период также было по оконченным уголовным делам общий ущерб составил 5,3 миллиарда тенге, возмещено 4,6 миллиарда тенге или 8,6 процентов. Наложен арест на имущество по оконченным делам на более 265 миллионов тенге. На сегодня за 9 месяцев статистика такая. В целом, в этом направлении, еще оперативно-следственные деятельности направления, работа продолжается. До конца года, скажем, еще информацию сообщим дополнительно. То есть, уже есть наработки определенные в этой области? Конечно, да. Как еще у вас вопрос прозвучал, на сегодня Алматинскую область по выявлению фактов коррупции генных на втором месте стоим. То есть, больше у нас очень допущение со стороны, скажем, определенных госорганов или правоохранительной службы фактов противозаконного деяния. Что, естественно, нас не красит. Конечно. Вы сейчас назвали цифры, сказали данные. Не могли бы вы рассказать, привести несколько конкретных примеров, конкретных задержаний людей, которые нарушили закон, и этический, и моральный, собственно говоря, да и, наверное, где-то и человеческий закон. Да, вопрос очень хороший. Вы знаете, что при проведении оперативно-следственных мероприятий часть материалов мы не можем озвучить. Но у нас есть примеры, которые вы говорите. Я могу привести, где уже имеется решение суда. Например, у нас, получается, в конце августа, согласно статье 366 части 3 пункта 2, был изобличен директор КГП ПХВ областная станция скорой и неотложной медицинской помощи управления здравоохранения, руководитель Калдебаев и его заместитель Тугамбаев, которые в группе ЛИСПА получили в виде взятки в сумме 2 миллиона 550 тысяч тенге. Как раз мы наблюдаем этот видеоролик по задержанию. В последующем приговор Милийского района суда в конце августа Калдебаев осужден по статье 189 часть 3 пункта 2.1 уголовного кода Расплюказстан к штрафу в размере более 30 миллионов тенге. А его заместитель Тугамбаев осужден также по статье 189 часть 1 пункт 1 уголовного кодекса Расплюказстан сроком ограничения свободы на 3,5 года. Это на сегодня то, что имеется у нас фактаж, где уже есть приговоры. То есть люди уже понесли за данное преступление, скажем так, можно назвать, да? Это преступление? Преступление, да. Совершена, оплата произведена. Зам и заместитель его отбывают наказанием. Второе, у нас это видеоролик 1 продолжается, да? Да, пока продолжается. Сейчас я попрошу, поставьте, пожалуйста, второй видеоролик. Да, по второму видеоролику у нас сейчас материалы находятся в производстве. Один из руководителей Центрального государственного органа со своим специалистом также по результатам проведенных комплексно-специальных оперативностных мероприятий, негласных следственных действий были изобличены, которые требовали взятку в сумме миллион тенге. Настоящие материалы находятся в производстве. Все, как вы наблюдаете, оперативностные съемки, она была проведена качественно. Все доказательные базы материала у нас имеются. Дополнительно в этом направлении наши оперативники и следственные сотрудники дополнительную работу проводят. И как бы человек ни пытался, как видим, скрыться от правосудия, ему это не удается. Именно так. Вот, знаете, раньше как-то мы вот такие вот такие вот видео достаточно редко видим. Если видим уже как постфактум, на сегодняшний день, насколько нам известно и насколько я знаю, как работают мои коллеги-журналисты, вы проводите различные брифинги. Буквально, можно сказать, на второй день после вот таких вот задержаний. С чем это связано? Ведь, кажется, человек уже и так несет заслуженное наказание, а тут еще больше огласки придаем. Да, нам всем известна есть концепция президента Слышащего государства. В рамках него мы даже в период пандемии, в рамках проекта Антикорлайф, все наши мероприятия без остановки ежедневно выходили на прямой эфир в нашем Антикорл-центре, Антикорл-РТЛГ. В то же время по результатам задержания и проведения проведенных оперативно-средственных мероприятий, согласно согласованного материала, мы старались в ближайшее время выводить информацию для средств массовой информации, дабы показать нашу открытость и какие мероприятия проводятся именно с нашей стороны. Ну и, наверное, чтобы не было различных слухов и сплетен. Конечно, да, очень много разных разговоров бывает, да. Согласен. Понятно, что вот некоторые факты были буквально выявлены вами в период пандемии. Какие вот были еще выявлены факты? Вот именно, я вам скажу, вот эти лица, которые сейчас два видеоролика, именно в эти два факта, именно это они имели место именно в период пандемии. В период пандемии у нас было зарегистрировано, выявлено семь коррупционных правонарушений в отношении пяти должностных лиц. Из них вот двое, которых мы озвучили в отношении сотрудников скорой помощи, они были осуждены. По остальным, как бы, еще мероприятия проводятся. Понятно, что у нас самые различные сферы. Сельское хозяйство, государственное, везде присутствуют государственные органы, государственная служба. Скажите, какие наиболее коррупционные у нас сферы все-таки, подвержены коррупции? Согласно статистике, как я ранее озвучил, в настоящее время у нас большее количество упора идет на местные исполнительные органы, правоохранительные органы. В этом году у нас материалы были в отношении военнослужащих, которые относятся к Министерству обороны. И, соответственно, правоохранительные органы сами тоже это подпадают. То есть практически все исключения не бывают из правил. Вы знаете, мы сейчас слышим общий призыв, да и все время его слышим, что общество должно принимать участие в деятельности государственных служб. Мы должны оказывать помощь правоохранительным органам, когда где-то видим правонарушение либо преступление. А насколько граждане сегодня с охотой или неохотой сообщают о коррупционных правонарушениях, что где-то с них требуют взятки, где-то они сами готовы ее принести и дать. Очень хороший вопрос. На сегодня у нас при агентстве существует колл-центр 1424. В целом за 9 месяцев в департамент поступило 82 обращения. Из этих 82 у нас 10 обращений были зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования и были возбуждены уголовные дела. В целом, я вам скажу так, при поступлении каких-либо информации мы анализируем. Буквально в апреле-майе мы провели большое совещание с участием заместителя Акима области, где у нас неоднократно поступали до 10 обращений таких, что в средних школах, именно агломерация Алматы, скажем, в южной части, собирают, поборы идут по 500 тенге, по 400 тенге на канцелярские товары и другие предметы. Мы провели совещание, давили эту всю информацию с участием заместителя Акима области, руководителю управления здравоохранения, пригласили посредством видеоконференц-связи, подключили всех заместителей Акимов, которые курируют этот вопрос, руководителей отделов и непосредственно этих директоров школ с преподавателями, чтобы они знали и в последующем не допускать такие факты. Мы в рамках Антикорлайф также эту информацию доводим постоянно по результатам каждого месяца, что какая работа проведена и что у нас сейчас делается. Вот как раз как бы решить его доведу, что 10-11 июня приговор Милийского района суда, вот именно эта информация поступила через колл-центр. Согласно этой информации, оперуполномоченный управления полицией Милийского района, старший лейтенант полиции Нурсултанов, признан виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотрен статьей 366. В последующем ему назначено наказание в виде штрафа в размере более 5 миллионов тенге, и он лишен специального звания и занимает должности на государственных органах. Подобный тоже у нас есть пример. В Карасайском районе Сирилову Штюрек директор школы также была осуждена и признана виновным согласно статье 366, части 2. Ей был вынесен приговор штрафа на сумму более 8 миллионов тенге и в последующем тоже не занимать такие должности. На сегодня такая картина. Ну, скажите, пожалуйста, чтобы привлечь граждан для борьбы с коррупционными правонарушениями, что для этого необходимо? Вот в полиции одно время выплачивали вознаграждение какое-то и стараются сохранять полную анонимность. Как с этим делом обстоит в вашем ведомстве? У нас тоже за отчетный период более миллиона тенге уже нашим лицам, которые сообщили, уже вознаграждения выплачены. Как вы знаете, анонимно тоже мы их разглашать не можем. Эта работа тоже у нас тесная и на постоянном контроле проводится. В целом по призыву мы при выездах в регионы, при выходе, скажем, в СМИ совместно с вами, вот газетная редакция постоянно призываем наше население вместе с нами бороться, потому что мы говорим сами одни, нам, нас очень мало. Если бы народ постоянно свои предложения давал, и, скажем, направление мы всегда готовы выслушать и совместно с общественностью и средствами массовой информации готовы прорабатывать и доводить информацию к нулевой терпимости среди нашего населения и в целом государственных органов и правоохранительной службы. Вопрос очень, я думаю, щекотливый и очень интересный. Почему, на ваш взгляд, государственный служащий, получивший власть, идет на вот такие вот коррупционные деяния и преступления? Ведь ваша статистика и то, что мы видим в средствах массовой информации по телевидению, читаем в интернете, что людей-то задерживают, несмотря на то, что он как-то пытается скрыться, спрятаться. На что они рассчитывают, государственные служащие? Да, очень хороший, действительно, очень хороший вопрос. Я бы хотел отметить, что мы провели анализ, мониторинг, и по результатам 7 месяцев было совещание с участием Акима области, где мы информацию доводили о проводимой работе департамента, и привели пример мониторинга, согласно поступившей обращении, что заработная плата наших государственных служащих, она низкая, мизерная. То есть тот мониторинг, который мы провели, показывает, что у него расходов больше у государственного служащего, скажем, у специалиста, нежели что он получает заработную плату. В то же время мы говорим, что само, допустим, или руководящего, или, допустим, он работает в правоохранительной службе, пусть он будет руководителем управления у нас в области, или заместителем Акима. Каждый человек, у каждого гражданина есть свое внутреннее мировоззрение и отношение к жизни. Здесь мы призываем, постоянно говорим, и постоянно при проведении совещания на региональном уровне, с любым слоем населения, скажем, это и специалисты у нас, и руководящий состав, всех доводим, призываем, чтобы не допускать вот этих мер. Показываем наши специальные видеоролики за 2019 год, за 2020 год, какие задержания идут. Показываем именно тех лиц, которые, скажем, ближайшие районы, регионы, управления, департаменты, центральные госорганы. Здесь, мне кажется, каждому гражданину надо выстроиться, быть честным, добропорядочным, вместе с нами строить наше государство, будущее, чтобы мы, в конце концов, пришли к нулю вообще коррупции и вместе бороться в последующем с этой, скажем, тяжелой болезнью. Скажите, пожалуйста, вообще, какое максимальное наказание предусмотрено уголовным законодательством за коррупционные правонарушения и за то, что кто-то запустил руку в бюджет? Ну, здесь, в конце концов, решение принимает суд. Я имею в виду согласно уголовного кодекса, максимально. До 15 лет здесь у нас допускается. Ну, и здесь зависит от самого, скажем, как я уже говорил, суд решает, само обстоятельство. То ли он является организатором, то ли соучастником, то ли он еще в другом направлении. А может, все-таки, я извиняюсь, головы рубить начать? Как вы думаете, как в некоторых странах? Да. Взяли вот с доимцу, голову раз, отсекли, и делов-то, и все, следующий уже подумает. Да, ну, здесь, Антон, как раз ряд уже изменений в законодательствах идут, вы сами знаете. В этом направлении сейчас имеется у нас, что законом подписаны сейчас именно дарение, скажем, подарков и создание комплайнс-представителей именно квази-государственных секторов. Большая работа проводится. Я бы, допустим, что рубить с плеча, я не знаю сейчас. Ну, определенные изменения совместно с нашим... Ну, все-таки человеческая жизнь выше всего. Конечно, мы совместно с общественностью эту работу разного характера проводим. То есть, ищем именно возможные риски коррупционные и изъяны наших нормативно-правильных актов в законодательствах, кодексах и вносим свои предложения в вышестоящие органы. В последующем агентство все это рассматривает и вносит соответствующие органы последующие для внесения изменений. Вот, исходя из вашего опыта работы, по сравнению с прошлыми годами, как вы видите на практике, вообще количество таких преступлений снижается у нас или наоборот как-то оно вверх идет? Ну, статистика показа, в целом, сейчас на антикоррупционное направление работы оно в высшем понимании среди населения и в целом гуссурующих и правоохранительная система, я думаю, намного улучшилась. Потому что многие сейчас с пониманием, именно проводимые наши профилактические работы, превентивные меры, оно, мне кажется, действенные меры все-таки воздействия имеют. Да, мы где-то, для этого и мы и созданы, для этого и в прошлом году соответствующие изменения внесены были в агентстве, созданы соответствующие департаменты, чтобы улучшить и в среде населения, и среди госсурующих проводить. Мы со своей стороны проводим и в настоящее время всестороннюю металлургическую помощь, оказываем содействие. То есть для этого мы и созданы это направление превенции. У нас, конечно, мы понимаем, что есть и оперативные следственные, которые могут, как вы говорите, сразу рубить, человек опять браслеты одеть и посадить. Как бы так. Вот мы затронули работу общественности. Какая на сегодняшний день в вашем ведомствах проводится работа с общественностью? И существует ли, скажем, мощный такой костяк активных граждан, которые активно принимают участие в этой работе и в этой борьбе? Да, конечно, Антон, смотрите, основное наше направление – это проект Адалда Халана. Он был в 2018 году презентован Ельбасе, президенту. В последующем он нашел свою, как бы скажем, его поддержку. И в последующем сейчас у нас в области существует ЖИЦУ Адалда Халана проект. Основное его направление – это проведение идеологии среди населения, среди госсурующих, правоохранительных служб, искорения бытовой коррупции и создания благоприятных условий для нашего населения. У нас проектный офис при Акимате. Куратором является Рустам Алиевич Али, который заместитель Акима области. На местах у нас в каждом районе созданных в сельских округах есть представители проектного офиса. Они проводят антикоррупционные мониторинги, совместно с нами прорабатывают и со средствами массовой информации, с общественностью. В то же время у нас есть второе направление – это специальные мониторинг-группы, это на уровне республики. Каждые территориальные области при департаментах тоже такие мониторинги созданы. Согласно новому положению, которое было у нас подписано в июле 2020 года, в августе мы объявили конкурс и утвердили, согласно новому положению, новый состав. Сейчас состав у нас утвержден, работа большая проводится, большинство туда вошли лица, которые имеют определенные возможности и дачи эксперта. И как эксперты, экспертизу дать в образовании, здравоохранении, скажем, социальном направлении, на местном уровне, дошкольное образование, скажем. Количество их сейчас будет в любом случае больше и больше. Мы будем набирать совместно с руководителем специальной мониторинговой группы. Большая работа сейчас проводится. Мы каждый день практически эту работу совместно прорабатываем. И третье направление сообщественное, это у нас создано тоже в прошлом году, в августе, информационно-пропоединительский штаб. У нас в штаб ходят на уровне области 20 человек, а в целом по области, по регионам вместе взять, это около более 100 человек. Итого где-то более 130-140 человек у нас ходят как общественники. Туда вошли большинство на районном уровне и в области. Лица, которые проработали определенно, отдали своей жизни, скажем, государственной службе, которые могут довести до подрастающего нашего поколения, до наших госслужащих и правоохранительных служб, дабы не допускать с их стороны вот таких противозаконных. В основное направление это призыв к добропорядочности, честности, созданию правильной своей направлении работы. Здесь у нас руководителем общеизвестным Сергей Мирханович Муканов, руководителем, который более 15 лет проработал именно с заместителем Акима области. Большая работа совместно проводится. Совместно с нами он выезжает и в регионы, встречаемся и, скажем, с рабочим классом, и с жителями сельских округов, и, соответственно, и в государственных служащих. Просто можно здесь сказать, что в период пандемии у нас работа остановилась, и всю работу мы большинство проводили в онлайн-формате, в нашем, как я уже говорил, в рамках Anticore Life, в прямом эфире. То есть любой гражданин мог присоединиться к вашей беседе и, значит, задавать свои вопросы в режиме онлайн? Так и было, да. Ну, вообще, как вы думаете, мы когда-нибудь доживем до того светлого будущего, когда с нас никто никогда ничего не попросит за ту или иную услугу, а когда государство или государственные служащие будут с честью выполнять свой долг, и в благодарность, как уже сказал президент, не примет даже букета цветов? На уровне, скажем, мировом никто еще полностью коррупцию не искоренил, но есть передовые страны, где более 95 или 98% искоренили ее, пришли к такому-то. Я думаю, мы общими усилиями должны этого достичь. Эта вся работа строится и проводится для нашего будущего поколения. Мы страна, нам 30 лет. Я думаю, в последующем, если наши жители и в целом соотечественники совместно с нами эту работу будут проводить, я думаю, хорошим результатом мы приведем. В конце, конечно, я бы хотел сказать, опять-таки, призвать всех быть активными, помогать нам. Нас, одних, очень мало, чтобы совместно, скажем, средства массовой информации, общественники, жители, чтобы давали свои предложения, направления. Мы готовы послушать и совместно эту работу проводить. Ну что ж, Жанн Досовик Григорьевич, спасибо вам за интересную беседу. Я думаю, что телезрители, которые нас сегодня услышали, послушали, взяли что-то для себя на вооружение, ну и всегда будут помнить номер телефона 1424, куда можно будет всегда позвонить и сообщить о том, что где-то вас зажимают или просто требуют взятку за ту или иную государственную услугу. Ну что ж, спасибо вам еще раз за интересную беседу. Ну а нашим телезрителям я бы хотел пожелать только одного – быть законопослушными и всегда руководствоваться буквой закона. Всего вам доброго и до встречи в следующий раз в студии прямого эфира программы «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова